Всем привет! Сегодня у нас небольшая прогулочка по Выборгу. С 1293 года здесь поселились шведы. Карелы стали при них вассалами. Сегодня Выборг – это небольшой средневековый городок на берегу Балтийского моря, расположенный в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Выборг известен с 1293 года, когда шведы построили здесь одноименный замок, который мы обязательно сегодня увидим. Видите, здесь были Карельские ворота, подъемный мост, и здесь была крепостная стена. А башня Святого Андрея, которая была взорвана, и это название осталось в истории, как Выборгский гроб или Выборгский треск. Ее осколки можно увидеть глубоко во дворах. Это все только, где красный кирпич, а здесь шла крепостная стена. Статус города Выборг получил в 1403 году. Русские войска неоднократно пытались взять Выборг, но удалось это только Петру Первому в 1710. Шведы предпринимали несколько попыток вернуть город, но ничего у них не получилось. Город остался за Россией. Предлагаю прогуляться и посмотреть, потому что здесь все пропитано средневековью. Такие улочки европейские. Дом, конечно, очень красивый. Вот этот? Да. Мы надеемся, что его реставрируют. Сейчас реставрация идет в город. Есть, конечно, заброшенные дома, которые очень жалко, но там с собственниками проблемы. Да, местовые 19-го века. Ну, последний раз перекладывали в 19-м веке, а потом только точечно ремонтировали. Мы с вами находимся в уголке шведского Выборга. Здесь перед нами дом, который называется усадьба Бюргера. Бюргер – это горожане. Усадьба Бюргера – это маленькая крепость. Вы видите, она стоит в стороне от дороги. Следовательно, построен этот дом до 1636 года. Очень красивое здание. Да. Тоже северный Маде. Смотрите. Да, узнаваем. Узнаваем. Вот мы и вышли к замку. Сейчас пока реставрация, вход осуществляется в уголку. А раньше здесь была крепостная стена, и, конечно, никакого прохода быть и не могло. Именно здесь петровские войска вошли в замок. К 18 веку, конечно, рыцарское великолепие ушло в прошлое. Здесь был военный гарнизон и настоящая военная крепость. Когда Петр Первый основал Санкт-Петербург, ему, конечно, очень была не по нраву шведская крепость под боком. Писка расположились там. А когда вскрылся лед из Кронштадта, появились корабли, на которых было очень много орудий. И началась осада Выборга. Это было, конечно, грандиозное сражение. Шведы сражались как львы, несмотря на то, что в те времена вообще не было принято так долго биться. Подходил враг, оценивали силы, договаривались, в чью пользу будет эта сдача. Но тут, видимо, шведы чувствовали, что это последний бой их на этой земле. Даже орган из кафедрального собора они перелили на пули. У них не хватало боеприпасов. И с тех пор замок в военных действиях участия особенного не принимал. Ну, если, конечно, не считать войн 20 века, но он больше был здесь как географическая точка. То есть эти стены никто больше не осаждал. Потом были построены Анинские укрепления в сторону Монрепо на Батарейной горе на юге города. Но эти укрепления тоже не приняли участия в военных действиях. Выборг был для Афина, как Петербург для России. Это был очень культурный город. Здесь, как я уже говорила, множество конфессий, множество школ, множество учебных заведений, газеты. 70 хоров, представляете, 70 разных хоров. Называли выборг китолицы поющей Карелии. Несколько издательств, поэты здесь жили, музыканты. Художники. Художников. Знаменитых не могу назвать. А вот поэты музыканты были. Окончательно он был разрушен во время Советско-финской войны. Причем была такая грустная история. То есть в 1939-м еще, да? Да. По-моему, в 1940-м, но в то время. Причем была очень грустная ситуация. Здесь находились гробы солдат, которых должны были отправить на родину, чтобы захоронить в родных селениях. И попал снаряд, все это взлетело на воздух, и солдаты умерли второй раз. Если восстановить его в прежнем виде, то это уж слишком будет примитивно. То есть достроить стены, закрыть всю эту старинную каменную кладку белой штукатуркой. А в средние века здесь хоронили знатных горожан. Поэтому вот там, под пятиметровым слоем земли, находится столько исторических реликвий, что лучше их сейчас не трогать. Самый старый жилой дом в России. Так называемый дом горожан. 13А, крепостная улица, 13. Реально, тут, короче, евроремонт. Смотреть нечего. Я не могу не зайти. Такие стены толщиной. Обалдеть. Короче, я спросил, бутылочка пива местного выборского в доме Бюргера стоит всего-навсего 180 рублей. Рынок центральный. Сейчас зайдем, посмотрим. Сейчас посмотрим, чем он отличается от рынка Ростовского базара. По 100 рублей штучка, да? Короче, давайте нам всех-всех по... Мы, короче, берем два... Три вида. Вот этот соленый, да? Да. Это кунжут, это мак, а это просто... Сейчас раздадим. Нормально все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова